МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. С прицелом на будущее делегация Кировской области изучает экономический потенциал Чуваши. Волдородная земля в Чебоксарском районе проверили, как вводятся в оборот неиспользуемые участки. Моя Россия. Организаторы всероссийской сельхозпереписи проводят фотоконкурс. С прицелом на плодотворное сотрудничество на протяжении двух дней в Чувашии гостила делегация из Кировской области. Итоги визита подвелись сегодня на встрече с главой Республики Михаилом Игнатьевым. Подробности в следующем материале. За два дня представителям обоих регионов удалось наладить немало полезных контактов. Члены правительства Кировской области признаются, что для них эта поездка стала продуктивной. По ее итогам стороны уже наметили совместные проекты. Мы в общем и целом считаем, что у нас категорически сегодня в Привозском федеральном округе обмен мнениями в рамках министерств юстиции находится на не очень высоком уровне. И если нас дружественная Республика Чуваша поддержит, мы готовы с Надеждой Викторовной объединить сегодня в ассоциацию министров юстиции нашего Привозского округа. Мы отдельно там соглашением отрегулируем наши взаимоотношения с Министерством юстиции Республики Чувашия. Опыт особенно в отношении демографической политики, работы органов ЗАГС в этом отношении уникальный. Поэтому это мы будем брать на вооружение, мы будем это использовать в работе. В перспективе подпишут договоры и предприниматели обоих регионов. Сейчас чувашские бизнесмены поставляют в Киров печатные платы, реле, станки для деревообработки и трикотаж. Товарооборот между республикой и областью должен увеличиться. Я благодарен губернатору Николаевичу, мы тем более в Привозском федеральном округе всегда, как бы сказать, оказываем вот это конструктивное и эффективное взаимодействие. Но есть еще вопросы, где мы должны посмотреть, комплексно оценивая нашу совместную работу для того, чтобы получать на выходе соответствующий конкретный результат на благо жителей Чувашской республики. Кировчане заинтересовались и опытом республики по сокращению аппарата госслужащих. По сравнению с другими регионами Российской Федерации, у нас наименьшее количество государственных гражданских служащих на 10 тысяч жителей, но в то же время справляются объемом работ и совершенствуется закладательная база. Гостей из Кирова заинтересовали и инновации в образовательной сфере. Мы посетили инновационное учреждение гимназии номер 5, где реализуются индивидуальные подходы к образованию, что для нас тоже очень важно. И, как выяснилось, учреждение гимназии 5 уже сотрудничает с нашей Вятской гуманитарной гимназией, что нас очень радует. Мы в дальнейшем будем делиться опытом. Кировчане познакомились и с опытом реализации программы региональной информатизации. Информатизация. Чуваши отметили гости в отрасли IT-технологий. Удалось сделать большой рывок. Та команда, которая сегодня работает в Чувашской республике, занимается IT, мы хотим сказать, что это высокопрофессиональная команда. И именно той командой, которая сегодня здесь работает, именно она определяет то, насколько сегодня задачи, которые стоят в свете региональной информатизации, будут успешно решены. Нужно говорить о том, что мы сегодня их решаем в условиях серьезных ресурсных ограничений. И вот тема решения задачи региональной информатизации в условиях ограничений – это важнейшая тема для наших ведомств. Укреплять намеренные культурные связи Чувашские коллективы уже пригласили выступить на юбилее Кировской области. Кадеты республики смогут стать постоянными гостями детского космического центра. В Кирове его планируют открыть уже в этом году. У нас тоже есть космонавты, но у нас их двое, в отличие от троих ваших земляков. У нас Серебров и Виктор Петрович Савиных дважды, герой-космонавт номер 100. Мы делаем детский космический центр, у нас есть музей Циолковского. Поэтому мне было очень важно посмотреть, как организована эта работа здесь. И я получил очень много материала для работы. А до конца этого года между республикой и областью будет подписано и новое соглашение о сотрудничестве. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. Глава Чувашия Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с делегацией Горьковской железной дороги, которую возглавил Анатолий Лисун. В разговоре приняли участие премьер-министр Чувашия Иван Маторин, вице-премьер Михаил Резников и руководитель Минтранса Владимир Доброхотов. Обсуждались вопросы работы в сложившихся экономических условиях. В частности, организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Анатолий Лисун отметил, что с правительством республики налажено конструктивное взаимодействие. Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке. Были рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере закупок для нужд железных дорог. В частности, для строительства высокоскоростной магистрали. Мы ставим вопрос, чтобы на стадии проектирования, при получении тех условий, когда наши изделия, наши товары, там релейный защита, автоматик, щиты какие-то там, сколько, 6, 35 и 110, цифровые подстанции наши изобрели, все там, если цена качества все соответствует, никаких вопросов, чтобы они закладывали. Строительство моста через Большой Цивиль в селе Калинино-Вурнарского района на контроле у премьер-министра Чуваши Ивана Моторина. Новый подрядчик приступил к ремонту моста в апреле. Напомню, что тогда бурным потоком воды смыло насыпную дамбу, которая была установлена на время строительства нового моста. По словам подрядчика, работу планируют закончить в июне. 9 балок уложили и ведем сейчас работы по бетонированию межбалочных швов, подготовка к бетонированию по вранивающей слою, ну и подготовка уже к основному слою, асфальтобетонному слою. Иван Моторин отметил, что на объекте работают с опережением графиком. Проблем со строительством нет. Земли и сельхоз назначения должны использоваться по назначению. Такую задачу поставил перед регионами президент России Владимир Путин. Сегодня в Чебоксарском районе с проверкой побывали члены Общественного совета при госком имуществе Чувашии. Участок в 500 гектаров в Сарабокасинском сельском поселении Чебоксарского района был передан фермеру во временное владение и пользование в 2009 году. Земли фермер поделил на 20 подучастков. На одном из них планирует выращивать проса. На этом участке растут многолетние травы люцерна, козлятник, костер. В год получают до трех урожаев. Все идет на корм для животных. Сегодня мы находимся с вами на земле, где крестьянское фермерское хозяйство использует земельный участок по назначению. Посаживаем многолетние травы и экономическая эффективность здесь присущая. Ну и то, что, наверное, вот этот пример должен тиражириться. Тем не менее, в Чебоксарском районе 4000 гектаров неиспользуемых земель. В этом году планируют ввести в оборот 1300 гектаров. У нас основная проблема состоит в том, что вот эти неиспользуемые земли, они в основном у долевиков у нас. Долевые земли, они как бы в свое время розданы, но некоторые не могут свое по назначению использовать. Некоторые люди выезжают. Весной, например, контролирующие органы приезжают. Они как бы выходят там, делают вид, как будто там дисковали или что. И у нас опять-таки проходит это время. Долевые участки появились после распада Советского Союза. Тогда все колхозные земли были распределены между жителями села. И сегодня многие участки заброшены и не обрабатываются. Задача общественности, органов исполнительной власти, муниципалитетов выявлять такие земли, выезжать, смотреть, во-первых, выявлять эти земли для того, чтобы потом вернуть через казно и через аукцион продавать. Мы сегодня сейчас находимся на земельном участке. К сожалению, вот смотришь, обидно, что хороший, ровный земельный участок проросло уже сорняками и непригодно для использования. Сейчас муниципалитеты проводят инвентаризацию земель, а затем в судебном порядке изымают те, которые не используются по назначению. Создается реестр участков, которые можно приобрести или арендовать. В республике действует программа софинансирования. 50% затрат на освоение сельскохозяйственных земель возмещают из республиканских и муниципальных средств. Общий земельный фонд Чувашской республики составляет 1835 тысяч гектаров земли. Из них 55% это земли сельскохозяйственного значения. Конечно, к ним мы просто обязаны обращать особое внимание. Поэтому в Чувашской республике данный вопрос находится на постоянном контроле у кабинета министров Чувашской республики. Мы ежегодно осуществляем выезды на земли с хозяйственного назначения в определенный период, особенно весенний период, дабы проконтролировать и быть в курсе в части всех земель на предмет их обработки и целевого использования. Когда мы выезжаем, мы охватываем как земли как республиканской муниципальной собственности, так и земли, находящиеся в собственности физических и юридических лиц. К сведению скажу, конечно, сегодня в условиях рыночной экономики практически 40% это собственность физических и юридических лиц, то бишь частная собственность. Сегодня перед аграриями стоит задача о своде в 2016 году более 20 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика. Комиссия Чебоксарского городского собрания депутатов провела проверку эффективности деятельности многофункциональных центров Чебоксар. Насколько быстро и легко можно получить госуслуги, выясняли и мои коллеги. Как действовать в случае потери паспорта, как оформить земельный участок и как получить регистрацию. Круг вопросов, который решает многофункциональный центр, широк. Офисы работают по принципу одного окна, то есть поддать заявление и получить необходимые документы можно в одном месте. При этом не имеет значения, в каком районе или городе находится человек. Система объединяет все офисы МФЦ. Для жителей юго-западного района созданы все условия. В микрорайоне несколько лет назад открылся офис МОИ ДОКУМЕНТЫ. На Ярославской, да, ведь у нас первая катара, там народу много всегда. А здесь спокойно приходишь и всегда без очереди можно. Вот я, например, с ребенком маленьким, мне сюда удобнее даже, хотя я не в этом районе живу, приезжаю сюда. Достаточно часто приходится пользоваться, потому что я индивидуальный депутатный мастер. Конкретно в этом районе второй раз. Качество службы прекрасное. Буквально пришла и сразу через две минуты меня пригласили. Время ожидания консультации в среднем 15 минут. Комиссия обратила внимание на целый ряд аспектов. Это проблема чередей, доступность госуслуг для людей с ограниченными возможностями, внедрение системы обращения через интернет и даже интерьер помещений. В декабре прошлого года открылся новый центр в Новоюжном районе. 32 окна и два зала ожидания. Народные избранники решили лично проверить, как работает система. Выплата на питание ребенка. Посмотрим, что такое подача документов. Там ничего. Очень удобно. Для каждого. На сегодняшний день в столице Чувашии работают три офиса «Мои документы». 90 окон обеспечивают охват населения более чем 90%. Однако и этого уже недостаточно. Депутатов заинтересовал вопрос о строительстве дополнительного центра в северо-западном районе Чебоксар. Рабочий проект есть. Прошел экспертизу на 20 окон. Но время свои корректированное вносит. Я даже думаю, там можно не 20, а примерно 25 окон разместить. В целом работы офисов депутаты остались довольны. Все сотрудники работают быстро и слаженно. Мы убедились по качеству, очередей нет. То есть, да, работа организована слаженно. При входе дают консультацию, можно получить талон. Есть определенные моменты по кадрам, озвучил руководитель наукционального центра. Есть определенные моменты по документам обороту между ведомствами. Но в целом работа вызывает определенное восхищение, можно сказать, удовлетворение. Выездные заседания – действенная форма работы народных избранников. Она позволяет оперативно реагировать на ситуацию и решать проблемы на законодательном уровне. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. Чувашская Республика стала абсолютным лидером по количеству поступивших работ на фотоконкурс «Моя Россия», который посвящен всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Организаторы конкурса уже приняли более 2000 любительских и 500 профессиональных фотографий. На фотографиях необъятные луга, зреющие хлеба, сочные фрукты и овощи, душистая сена. В объектив фотолюбителей и профессионалов попали работники сельского хозяйства. Каждая фотография – застывшая мгновение жизни российского села. Лидеры голосования – две фотографии с Чувашием. Яблоня в ледяном панцире и труженица со снопом. Конкурс проводится до 1 июля 2016 года. Голосовать на сайте пресс-центра Всероссийской сельхозпереписи можно до 31 мая. А победитель будет определен 1 июня, в день начала переписи. Лидеры голосования получат денежные призы. Таким был этот день глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Галина Титарчук, с вами прощаюсь. Удачных вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин